Структура расходной части бюджета в 2020-2022 годах существенных изменений не претерпела, подвели итог минувших заседаний в региональном Минфине. Все также большое внимание уделяется социальной сфере. Это порядка 70% расходов. Основной вопрос – здравоохранение и лекарственное обеспечение. Счетной палатой предложен конструктивный вариант реструктуризации долга. В декабре регион получит 2 федеральных миллиарда. Их можно направить на ликвидацию дисбаланса. Основными подходами, конечно же, в расходной части бюджета были и индексация заработной платы. Поэтому для работников бюджетной сферы в расходной части предусмотрена с 1 октября индексация на 3,8%. А также сохранение заработных плат в соответствии с 597 указом президента для отдельных категорий работников бюджетной сферы. Национальные проекты. По этой строке расходов общий объем финансирования 9,2 миллиарда. 40% средства области. Также в 2020-м почти на 3 миллиарда вырастет финансирование реального сектора экономики. Одно из важнейших направлений – это поддержка развития реального сектора экономики. На эти цели в 2020-м предусмотрено 12,2 миллиарда рублей или 20% общего объема расходной части бюджета. Половина из этих средств, почти 6 миллиардов, направят на развитие транспортной системы. Это обеспечение безопасности дорожного движения, строительство дорог и улучшение качества автомобильных перевозок. Благоприятный инвестиционный климат – сохранить и усовершенствовать. При этом чувствовать себя комфортно в Ульяновской области должны не только резиденты, но и собственные предприятия. Впервые в бюджете Ульяновской области предназначены расходы на реализацию национального проекта «Повышение производительства труда и занятости населения». В рамках этого проекта промышленность ожидает, безусловно, поддержки в плане увеличения производительства труда. Сейчас перед многими предприятиями области стоит задача увеличения объемов производства. А это без квалифицированного персонала достичь невозможно. 3 миллиарда 680 миллионов по сельскому хозяйству – это серьезные деньги. Очень важно, что все программы, которые обсуждались на комитете, приняты. Они синхронизированы с федеральными национальными проектами. Особая тема, конечно, это экология. Это чистая река Волга. Газификация сельских территорий вызвала бурную дискуссию. Отдельные законодатели усмотрели разницу цифр в докладах и статьях расходов. В итоге пришли к конструктиву. В 10-летней программе предусмотрен 100-процентный охват сельских районов. В 2020 году на эти цели направят 240 федеральных и 192 региональных миллиона. Все отрасли идут с превышением к 2019 году. Вся расходная часть, доходная часть по отношению к 2019 году тоже значительно увеличилась. Но это не говорит о том, что сегодня будет принят окончательный вариант бюджета 2020 года. В декабре бюджет будет еще раз пересмотрен по результатам работы с федеральным центром. Поправки внесенной фракцией КПРФ комитеты отклонили из-за их несоответствия законам о бюджете. Несмотря на межфракционные разногласия и недопонимание отдельных парламентариев, почему именно таким образом распределены средства, бюджет региона принят во втором чтении. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтояров, репортер 73.